Всем привет дорогие зрители! Сегодня очередное видео на моем канале. В прошлом видео я заливал железобетонные колонны, а сегодня, с сегодняшнего дня, займусь, пожалуй, самым ответственным, так сказать, узлом в моем будущем доме, железобетонной балкой, которая называется ригель. Она пройдет от той стены, и вот как канатик идет, и вот аж вот там вот, где арматурка с армопояса выходит. Общий пролет ригеля 8 метров. 8 метров это огромное расстояние, поэтому сделал две опорные колонны. Одна здесь, вторая вот здесь вот в углу. Здесь ригель ляжет просто на стену. Здесь будет пролет от начала колонны до стены 2 метра, и самый большой пролет получится у ригеля вот этой колонны до этой колонны 3,60. Внизу, по нижнему ряду, пущу две нитки 16-й арматуры, и сверху, думал, две нитки 12-й арматуры, ну, пущу три нитки. Пусть будет так, потому что подписчик в комментарии подсказал, что если бы балка, допустим, лежала здесь и лежала здесь, тогда нужно было бы армировать больше нижний ряд арматурой. А так как она как бы и тут нагружается, и здесь будет нагружена от лестницы, то ее нужно армировать примерно одинаково, потому что если пойдет здесь изгиб, то там, соответственно, поднятие, или здесь изгиб, тут поднятие. Поэтому работать она будет как на изгиб, так и на, скажем так, в обратную сторону. Все будет завязано хомутами. Хомуты буду вязать почаще из шестой проволоки 6 мм. Также из этого ригеля будут выпуски вот такие же самые, как здесь арматурка будет для лестницы. Лестница будет идти сюда, сюда, вот так подниматься, и в ригель, так сказать, на ригель ложиться. То есть это будет все, получается, так вот завязано у меня. Арматура, конечно же, здесь не будет нигде прерываться. То есть это у меня трехметровая арматурка, она сюда не пойдет. Мне нужна шестиметровая, то есть начинаться она будет где-то вот отсюда, и уже в стене там заканчиваться. Нельзя делать какие-то разрывы в таких ответственных местах. Так как я работаю один на стройке, то мне будет тяжело связать сразу весь армокаркас. Из трех ниток сверху 12 и 16 арматуры мне тяжело его будет потом поднимать, вязать, поэтому я сейчас накручу хомуты, одену их на эту сторону и на эту сторону на выпуске, и потом буду в них заводить арматуру, и к ним уже потом привязываться, так мне будет легче. Вдоль всего дома залил армопояс, как я уже кусочком показывал, в таких самых ответственных местах, там, допустим, над окнами, над широкими проемами, там по четыре прутка арматуры, а, допустим, так вот, внутри стены закладывал по два прутка, но в целях экономии исключительно. То есть, если есть возможность, закладывайте по четыре прутка. Здесь оставил место для того, чтобы, когда будет заливаться ригель, вместе с этим бетоном оно зашло сюда, потому что если бы залил, то здесь был бы стык, совсем плохой стык, здесь могло бы треснуть, а так бетон вместе с ригелем зайдет внутрь стены, и там, соответственно, так же сам оставил, примерно там по 40 сантиметров. Нежелательно бетонные какие-то заливки прерывать где-либо, но так как я работаю один, то 15 метров в длину дом, там больше куба бетона за день замешать, по лесенке вот так вот залезть, позаливать, это сложно. Поэтому вот так вот сделал. Сейчас будем вязать каркас. Меряем, что получилось. 16. 25. Все, 19 хомутов, вот так вот повесил, 3 штуки на эту сторону, 6 до половины растянул, здесь тоже 6 штук, тоже до половины, и туда 4. Вот мои 5 прутиков арматурки, 3 12 и 2 16. Хорошая, мощная арматурка. Все, арматурка заведена, вот примерно на таком расстоянии будут хомуты, там получилось даже больше хомутов я связал, получилось не 40 сантиметров, где-то там 35 сантиметров между ними, и сейчас буду их обвязывать, как буду обвязывать, чтобы конструкцию не связать сразу уже в провисшем состоянии, чтобы она так и зафиксировалась, я сейчас посерединке один хомут обвяжу и подопру его чем-то снизу, конструкция выровняется, и потом в таком состоянии я обвяжу остальные хомуты, в таком положении она в принципе должна и остаться, если прогиб и будет, то не такой сильный, как сейчас. Вот по такому принципу подпереть, то есть ровно посерединке, и как раз арматурка можно даже немножко больше подпереть, чтобы с обратным прогибом вверх, чтобы немножко выпуклость была, потому что когда хомуты все обвяжутся, то все равно под собственным весом армокаркас немножечко просядет, ну а так вот, если посмотреть практически по горизонтали. Все, друзья, всего каких-то, сколько там, четыре с половиной часа под беспощадным июньским солнцем, и армокаркас сварен, то есть не сварен, а связан. Связан каркас, там я не продолжал до стены, потому что все равно это все будет заливаться сплошняком железобетон, там будет работать здесь до стены. Сделал две арматурки, арматуры входят внутрь стены. Так, ну что, убираю эту подпорку, и как раз посмотрим, насколько будет жесткость у этой конструкции. Не, ну да, конструкция просела, это, конечно, было видно, но в любом случае, думаю, что с подпиранием центрального хомута все равно получилось немного выровнять. Все-таки пролет большой, 3,6 метра. Вот, если бы не подпирал, то провисало бы больше. Все, следующим этапом буду собирать опалубку. Опалубку буду собирать из этих же щитов для полистиролобетона. Они прекрасно справились у меня в колонне, даже более чистые, чем после полистиролобетона. Хотя колонна, это, конечно, хорошо, когда упирается в землю, а тут чисто в воздухе будет висеть, поэтому укреплять нужно сверхнадежно. Выставление опалубки, как оказалось, очень тяжелый процесс, потому что засверлиться некуда, тут бетон, там стенка в противоположную сторону идет. Да, струбцинки, это, конечно, главные помощники строителя. Одна вот там держит от ветра, другая вот здесь вот зажал себе, держит и кушать не просит. Есть такая пословица, голь на выдумку хитра. Вот это вот про меня. Как зафиксировать щит опалубки тупо в воздухе? Ставится два щита опалубки домиком, чтобы они стояли, их ветром не качало. Здесь на струбцинке подпорочка делается, с подпоркой из доски. Тут уже на краешек этого листа прикрутил деревяшку, наживил саморезики, которые ждут следующий лист. Видали? Вот так вот, учитесь. Не, ну это, конечно, не вариант. Лучше зовите на помощь, но когда на помощь позвать некого, то приходится вот так вот делать. Вот так вот процесс потихонечку движется. Прицепил щиты. Цепляю внутренние части снизу. Так, убрал нижнюю подпорку из щитов, потому что как раз сейчас этот щит сюда пойдет. Это двойка. У меня как раз все щиты по номерам. Единичка к единичке, двойка к двойке, чтобы новые дырки не насверливать, отверстия, чтобы шпильки входили так, как положено. Получается, что вот этот щит отсюда и досюда сейчас висит в воздухе. ничем не подпирается. Он только держится за счет этого щита и за счет этого. И плюс к нему сейчас еще прицеплю сюда. Короче, такая конструкция пока что ненадежная, но все нормально, в принципе, держится. То есть не страшно. И когда уже закончу собирать, то уже начну нормально укреплять всю эту конструкцию. Все, дособирал я наконец-то опалубку. Там уже в конце просто из кусочков, из досочек. Вот так вот выглядит опалубка сверху. Все очень хорошо прилегает. Там в конце еще шпильки не поставил. Здесь шпильки ставлю. Значит, расстояние чуть меньше двух пальцев сверху. И примерно... Рука не залазит. Вот. Костяшка пальцев входит. Ну, примерно тоже расстояние там сантиметра три-три с половиной снизу защитного слоя. Единственное, мне кажется, по бокам как-то маловато. Я ставил палец. Тут вот даже палец у меня не входит. Маловато сбоку защитный слой. Поэтому надо было, наверное, хомуты чуть уже вязать. Ну, короче, посмотрим, когда зальется. Буду стараться ригель вибрировать. Уплотнителем. В общем, главное в бетоне тут распирающее. Не такое уж большое будет высота ригеля всего 30 сантиметров. А вот вес. Вот вес я постарался хорошо укрепить. Всякими раскосинами. Ну, вот сейчас стою на лестнице. Ну, жесткая конструкция. Все, друзья, день заливки. Последние подготовки закончил. Все еще раз укрепил. Все досточки, колышки позабивал, чтобы ничего никуда не разъехалось. Значит, точек опоры вполне хватает. Все надежно. Все стоит, не шатается. Значит, боковые упоры, чтобы вес-то будет не только вниз давить, но и может пойти на какую-то сторону, может завалить вправо-влево. Поэтому в двух сторонах сделал упоры из досок, чтобы в случае чего не покрутило в какую-то сторону мою опалубку во время заливки. Все шпильки подтянул, вибратор бетона повесил. Буду включать. Обязательно буду ригель вибрировать. Я не хочу, чтобы были вот такие вот кратеры в нем, как в моих колоннах. Сечение ригеля и так не слишком большое. Получилось 32 на 20. Ну, по программе расчета нагрузки ригеля я смотрел все с запасом для моего деревянного пола, получается, и марку бетона. Значит, марку бетона для колонн я заливал ведро цемента, два песка, три щебня. Для ригеля у меня будет полтора ведра цемента, пятисотого. Также два ведра песка и три щебня. Получится где-то в районе трехсотой марки. Сейчас июнь, днем жарковато, сразу буду этими накладками просто сверху ложить, а не в пленке. Залил, провибрировал и накрыл, чтобы бетон хорошо всю влагу впитывал. Хороший раствор. Получилось чистое масло. Все, поехали. Сниму для вас кусочек работы виброуплотнителя. Конечно, одной рукой держать, другой вибрировать, такое себе. Но попробую. Сниму для вас. вот видели какая горка была бетона и вся ушла внутрь вот так вот уплотняет бетон и все отлично каждую арматурку обтекает и прочность благодаря вот этой вот нехитрый нехитрые приспособия очень увеличиваются поэтому для ответственных бетонных работ не жалейте самый дешевый китайский вибратор приобрести так ну половину уже залил осталось еще половина так вот сразу укрываю сверху чтобы не высушивала солнце бетон оставляю от сантиметров 30 потому что сейчас сюда загружаю вибрирую и отсюда бетон начинает проседать поэтому уже когда все про вибрировано накрываю и иду дальше все товарищи поздравьте меня залил я ригель все хорошо с опалубкой ничего плохого не случилось шесть часов с восьми до двух я заливал этот ригель все нормально с ним все сверху понакрывал от палящего солнца от температуры вставки арматуры сделал для лестницы будущей на весь этот ригель у меня пошло по расходу цемента ровно 8 мешков 8 мешков по 25 килограмм пятисотого цемента тут с этой опалубкой у меня уже не было каких-то сомнений я себя спокойненько вибрировал ничего нигде не трещала не хрустела как видите даже но каких-то особо потеков много нету потому что растворчик делал не слишком жидким это во первых а во вторых опалубка очень хорошо прилегает слава богу это самый ответственный узел моего дома я залил оставляю его на две недели как минимум застывать а вы уже через секундочку увидите как я его буду разбирать так ну что раннее утро прошло полторы недели с момента заливки сейчас будем разбирать дождики были все болоте поэтому ну конечно дождики особо там не пропитали ничего сверху заложил но разбираем смотрим так ну процесс разбора опалубки я снимать не стал все в обратной последовательности снял щиты убрал подпорки вытащил шпильки из заливки и собственно вот результат результат мои заливки ригеля все покажу подробно в общем но самой заливкой я очень доволен вибро уплотнитель хорошо справился со своей задачей только вот тут вот кратеры вот там вот там вот получились здесь ситуация в принципе еще лучше то есть вибратор конечно это очень хорошая штука для бетона помощью него бетон затекает во все щелочки обнимает арматуру и получается очень крепкая монолитная железобетонное изделие хоть и сечение у этого ригеля скажем так не слишком большое но вызывает доверие это вся конструкция думаю что спать буду спокойно на втором этаже армировал хорошо и правильно марку бетона заливал крепкую в общем с этим вопрос решен теперь расскажу немножко о минусах своей заливки и ошибках поподробнее значит тут вот смотрите значит опалубка была закреплена там и там в колонной никак не засверливался бетон и распёрла немного опалубку и примерно на сантиметр выдула выдула бетоном это придется уже штукатуркой плюс один сантиметр к этой колонне это первое второе смотрите тут вот пошел наплыв такой то есть это место стыка двух листов опалубки нужно было его крепче закреплять какую-то доску пускать по верху чтобы она держала их я просто на кусочки на вот эти вот железочки понадеялся но не их раздавила и один лист и здесь и здесь чуть чуть меньше выдавила его в какую-то сторону с этой стороны такой проблемы в принципе нету тут из трех частей я собирал это просто такие наплывчики небольшие их уже отшкрябал вот но с той стороны такое есть плюс здесь вот сразу видно вот эта часть ригеля сюда уходит вниз то есть вот это вот мне потом придется чем-то долго и нудно какой-то болгаркой срезать для того чтобы получить ровный угол 90 градусов и пожалуй самая большая ошибка была оставить вот здесь вот внутри вот это вот из поэсби накладку я ее не смог вырвать после заливки я ее отломал и теперь придется и оттуда выбивать и раствором эту всю щель забивать потому что ответственное место как раз считая за счет этих 10 или 8 сантиметров увеличил пролет ригеля за счет этой деревяшки понадеялся что вытащу ее и потом замажу лень мне было ее обрезать ровненько до колонны и получается что во время вырывания сломал ее больше как таковых каких-то критических ошибок я с этим ригелем не вижу может если вы заметили пишите в комментариях что может я сделал неправильно но в целом я этой своей работой в принципе доволен сейчас залезу еще на лестницу покажу геометрию как получилось вот так вот ригель выглядит сверху тут все связалась с армопоясом все залито есть небольшая кривизна за счет того что листы в разные стороны смотрели но в целом я думаю на прочность это не повлияет в целом по горизонту ригель залит относительно неплохо также сама снизу есть небольшие как бы искривление до сантиметра но это в принципе не критично либо слой штукатурки либо не знаю я вообще жене предложил чтобы этот ригель сделать обклеить зеркалами мне так кажется вообще этот ригель стал бы просто незаметен под потолком но жена говоришь это уже не модно надо просто поштукатурить в общем посмотрим кто в этом споре победит как говорится в будущих видео поймете кто победил в этом споре здесь будет либо штукатурка либо зеркала но в целом с этим сложным участком моего дома закончена ригель залит слава богу следующим этапом у меня будет уже следующее видео наверное это железобетонная лестница на лестницу конечно времени пойдет у меня я так думаю дня 4 может больше потому что с лестницей тоже долго это все будет происходить нужно выставить опалубку нужно проштробить стены для того чтобы бетон зашел вовнутрь нужно выложить пленку на опалубку за армировать все хорошо связать там с арматурой ну и потом целый день дай бог чтобы за день вообще я успел ее залить эту лестницу потому что я посчитал больше куба бетона получится лестница вот допустим этот ригель у меня получился примерно пол куба то есть я заливал его 6 часов то есть ну лестницу в лучшем случае часов 12 придется бетон таскать единственное что возможно будет чуть легче то что как бы на ригере я по лестнице лазил на самый верх с ведрами а здесь по ступенькам буду заливать и потихонечку забираться забираться аж до самого верха может быть будет легче но с самого утра в общем за лестницу будет отдельное видео а на сегодня спасибо большое что смотрели хорошего вам дня мирного неба над головой будьте здоровы живите богато в общем до следующих встреч пока